Здравствуйте! В эфире самый стройный проект нашего города. Мы решили похудеть на первом городском канале. Больше месяца участники нашего проекта худели без остановки под прицелами наших телекамер. И у некоторых из них есть неплохие результаты. Сегодня мы это увидим. Смотрите сегодня в программе. Настолько отчаяннее было. Думаю, ну что ж такое? Люди в космос летают уже, а своим мамам помочь не могут. Мозги они кипят и состояние, что ты все, ну жить не хочется. Я своего решения не меняю и остаюсь при своем мнении. Сергей. 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 И наш проект покидает. Мы провели большой кастинг и из большинства претендентов с избыточным весом выбрали 12. Правила нашего шоу абсолютно просты для зрителей, но не так легки на практике, как кажется участникам. Итак, 12 конкурсантов мы разделили на 3 команды по 4 человека. У каждой команды есть свой наставник, но не все дойдут до финала. Кто хуже всех будет справляться с условиями проекта, срывать съемки и срываться с диеты, те будут выбывать на открытом голосовании. Но обо всем по порядку. Команду зеленых попали. Пенсионерка Людмила Венедиктова, 34-летний юрист Николай Калинов, мастер по маникюру Татьяна Стратулат, 35-летний бухгалтер Екатерина Александрова. Я всех порву. В команду синих попали 54-летняя бизнесвумен из Балтийска Светлана, 45-летняя экспедитор из Челябинска Людмила, 37-летняя многодетная мать из Гурьевска Наталья, 30-летний бухгалтер из Калининграда Людмила. Мне нет равных. В команде белых военный пенсионер Александр, 44-летняя королева констоваров Екатерина, 37-летняя бухгалтер Надежда, 46-летний бизнесмен Сергей. Я пришел на проект побеждать и на этот раз я выиграю. За этот месяц наши участники научились правильно питаться. Для них подобрали специальный комплекс упражнений и по возможности лечения. Ведь главный принцип проекта не навредить. Именно поэтому мы постоянно обследуем участников и поднимаем очень важные жизненные вопросы, связанные со здоровьем. Потому как существуют естественные, необратимые процессы. Наступает климатический период. И для женщины, и для многих. Как будто жизнь заканчивается. Есть такие сложные периоды, что я знаю это многое. И так как интересовалась, сама в этот период вошла и было настолько сложно и настолько тяжело, что казалось, что я этого не переживу. Тот период своей жизни Светлана вспоминает с ужасом. Молодая 45-летняя женщина стала испытывать странные симптомы. Ее бросала в жар каждые 15 минут, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на протяжении 5 лет. На тот период у нее уже было несколько гинекологических операций. На некоторые из них она шла, не осознавая, насколько тяжелыми могут быть последствия. Все наши органы настолько важны, они должны до конца функционировать. Но этого мы тогда не знали, может быть, надо было как-то все-таки лечиться и сберечь его, чем хирургическое вмешательство. Настолько отчаяннее было. Думаю, ну что ж такое, люди в космос летают уже, своим мамам помочь не могут. Я такая женщина, как и все. И как у всех он у меня начался немножко раньше, потому что у меня были две гинекологические операции. Ну, внематочная это простуда. Женщина, милая, ни в коем случае не простужайте, следите за собой. Проследить за собой не получилось и у Людмилы, и тоже по незнанию. Остановить сильные кровотечения не могли ни разрекламированные гинекологи, ни знаменитые медицинские центры. Помогли только гормоны. И за два года она не заметила, как поправилась. Мозги, они кипят, и состояние, что ты все, ну жить не хочется. Ну такое состояние, ничего не хочется, лишь бы тебя это скорее состояние отпустило. Это, конечно, пугает многих женщин. Участницы, не стесняясь, говорят о тех проблемах, которые неизбежны для каждой женщины. У Людмилы этот период растянулся аж на 10 лет. Я только сейчас жить начала. Сегодня женщины вспоминают об этом с улыбкой и предупреждают остальных позаботиться о себе заранее. Про климакс как-то нехорошо говорить. Ведь правда, все как-то стесняются этого слова. Мы даже вот слово климакс не говорим. Мы говорим переходный период. Когда наступает этот, так называемый, переходный период, необходимо обратиться к специалистам. Ведь последствия сказываются на всем организме. Сердечно-сосудистые отклонения стоят на первом месте. Переломы, это тоже мы можем профилактировать именно в этот период. Ведь вы знаете, что каждая женщина, у которой произошел перелом шейки бедра, в общем-то умирает. Не от перелома, а от осложнений. Согласно статистике, в среднем климакс проходит примерно на 51-м году жизни. Чтобы улучшить качество жизни, нужны гормональные препараты. Предписание было уже мне и ранее от гинеколога. Я знала, что в принципе принимать в этот период. Немножко неожиданная консультация. Они приготовили тест. Конечно, я к нему была не готова, но нужно было быстро отвечать. Такие значимые вопросы. И из моих ответов она сделала вывод, в общем-то правильный, в каком я сейчас состоянии. Она мне назначила препараты, но опять-таки гомеопатию. Гомеопатию и успокаивающий, как и всем. Но все в организме взаимосвязано. И именно поэтому у Светланы, как она считает, случились проблемы с сосудами на сердце. И впоследствии пришлось заменить три шунта. В поликлинике Арсмедика, в которой следят за здоровьем наших участников, была проведена велоэргометрия, электрокардиограмма и проверено артериальное давление. Заключение. Худеть без ущерба для здоровья просто необходимо. Учитывая, что она перенесла аортокоронарное шунтирование, ей разрешаются нагрузки динамические. Обязательно кардионагрузки. То есть это езда на велосипеде, беговая дорожка. Можно заниматься бассейном, можно заниматься пилатесом и можно заниматься йогой. Только гораздо доступнее для некоторых инвитеров здесь, в центре города и тому подобное, нежели записаться и встать на диагностику. Целый месяц надо ждать в кардиоцентре. На прошлой неделе у большинства участников стал вес. И, конечно, они расстроились. Как говорят специалисты, это нормальная ситуация для человеческого организма, который в стрессе от перемен. Чтобы как-то подбодрить одних из лучших конкурсантов Николая и Екатерину, мы сделали им сюрприз. Этим утром участники проекта отправились в знакомый нашим зрителям спортивный магазин за удобной и красивой спортивной одеждой, а также за спортивным питанием. Сначала наши герои перемерили несколько комплектов спортивной одежды. Подобрали кроссовки и лично убедились в том, насколько эта одежда практично, удобна и красива. Спасибо за просмотр! Конечно, нашим спортсменам необходимо спортивное питание и витамины, например, л-карнитин. Этот препарат служит естественным фактором распада жировой ткани. Отсутствие л-карнитина в организме препятствует эффективному расщеплению жиров. Недостаток как раз этого компонента зачастую служит причиной избыточного веса и ожирения. В настоящее время основной задачей сжечь излишки жира, поэтому на данном этапе принимаю препараты для жиросжигания по рекомендации моих наставников. А в дальнейшем, когда уже подойду к норме, буду заниматься набором мышечной массы. Многие из вас слышали про протеин, но ничего не знают о нем. А ведь это порошковый концентрат с большим содержанием легко усваивающегося белка, необходимого для роста мышечной массы спортсмена, а также для коррекции рациона современного человека. Я каждый день занимаюсь в тренажерном зале. Тренер рекомендовал мне для роста мышц протеин и БЦА для восстановления. В результате мышечные клетки становятся плотнее и толще. Без протеина обычный рацион питания не позволяет получить таких результатов. В магазине Европа Спорт присутствуют топовые бренды спортивного питания. Можно приобрести витамины, аминокислоты, л-карнитин, жиросжигатели, протеины, готовые предтренировочные комплекты. Европа Спорт – это большой ассортимент спортивной одежды и обуви, спортивного инвентаря и спортивного питания. Сеть магазинов Европа Спорт находится в торговых центрах Виктория. В каждой команде по четыре участника. И скажу вам по секрету, сегодня их станет меньше. Ну а мы не будем терять драгоценного времени и отправимся на очередную тренировку команды белых. Пошел второй месяц тренировок у великолепной четверки белой команды. Участники каждый день приходят в спортзал и, не жалея себя, занимаются своими наставниками. Надежда, самая большая участница нашего проекта, занимается с Анной Ивановой, многократной чемпионкой и призером чемпионатов области и открытых кубков Прибалтики и Белоруссии по спортивной аэробике. Александр с первых дней не показывал каких-то видимых результатов, но к концу первого месяца тянулся и не пропускает ни одной тренировки. Еще бы, ведь с ним занимается Николай Королюк, призер соревнований по пауэрлифтингу. Пока в этой команде самые маленькие результаты у Екатерины Петровской, но ее наставник следует старому, но проверенному способу. Тише едешь, дальше будешь. Анна Людлиш, персональный тренер по направлениям. Набор мышечной массы, снижение веса, консультации по питанию. Я очень доволен, что попал в ВИО, потому что силовые тренировки мне все-таки ближе. Результаты, в принципе, все идет по плану. Мы чуть-чуть сменили план тренировок, потому что не только цель похудеть, но еще и цель сохранить мышцы. Как бы, поэтому боремся за рельеф, соответственно, потемножку худеем. Бывший спортсмен Сергей Бадулин сегодня показывает лучшие результаты. И все благодаря Галине Втюриной, призеру чемпионатов Калининградской области по бодибилдингу и фитнесу. Объемы ушли более 5 см. По весам у нас ушло порядка 10 кг. Все идет по плану у участников фитнес-клуба ВИО. Современный четырехэтажный спортивный комплекс с просторным тренажерным залом, в котором новые кардио и силовые тренажеры. Зона для занятий тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, а также зона для функциональных тренировок. После занятий можно посетить бассейн и сауну. Для удобства своих клиентов имеется детская комната и большая парковка на территории фитнес-клуба. По всем вопросам звоните и записывайтесь по телефону 602-170. Прямо сейчас прервемся на рекламу. Впереди у нас голосование, после которого участников станет меньше. Это реалити-шоу «Мы решили похудеть» и мы продолжаем. Екатерина Александрова, одна из лидеров нашего проекта, регулярно посещает занятия, выкладывает свои результаты в нашей группе ВКонтакте и, самое важное, похудела уже на 10 килограммов. И поэтому мы решили наградить Екатерину вот таким вот сертификатом на суше. Здравствуйте! Здравствуйте! Мне подарили сертификат и что бы вы мне могли посоветовать выбрать на него? Я могу вам посоветовать сет сливочный, большой запеченный, но лучше всего сет Филадельфия. В него входят 4 вида Филадельфии. Специально для вас, так как вы участница проекта, мы сделаем подарок – фитнес-ролл. Ваш заказ будет готовиться примерно 15 минут. Вы можете оформить доставку или подождать здесь? Я подожду здесь. Я могу вам предложить кофе в подарок. И пока Екатерина осматривала уютное японское кафе и согревалась ароматным напитком, над заказом в четыре руки трудились профессионалы. Четыре разные Филадельфии соединены в большой сет. Сливочный сыр, нежная семга, освежающий огурец и авокадо – никого не оставят равнодушным. И, конечно, обещанный фитнес-ролл. Способ приготовления классический. Отваренный рис укладывается на прессованные водоросли нори. А вовнутрь заворачиваем водоросли чука, болгарский перец, огурец и авокадо. Пожалуйста, ваш заказ готов. Приятного аппетита. Приходите к нам еще. Хорошего дня. Суши Ким – это уютное место с богатым ассортиментом и разнообразным меню. Таких суши и роллов вы еще не пробовали. Приглашаем вас в суши Ким. У нас каждый день проходят различные акции, подарки. Очень вежливый и дружелюбный персонал. Повара очень быстрые, квалифицированные, работают очень качественно и быстро. Наш проект «Мы решили похудеть» на бесплатной основе, помогает взвешенным людям побороть себя и стать немного лучше. На пути к идеальной фигуре они борются друг с другом и борются с лишними килограммами, а вот наши наставники между собой не соревнуются. В нашем реалити-шоу, как и в любой другой игре, есть свои правила. Первое – не пропускать занятия и слушать своих наставников. Второе – правильно питаться. И третье – ежедневно выкладывать свои результаты в нашей официальной группе ВКонтакте. Команда «Зеленых» сегодня в полном составе собралась на ЛФК. Немного размявшись, они перешли к более серьезной тренировке. Чтобы я потела, трудно добиться такого результата. Даже сауна не давала такого результата. После второго-третьего занятия у меня прям аж пот, ну правда, пот прям аж пошел. Гоняют и заставляют шевелиться и делать упражнения, которые никогда я раньше не делала. Конечно, результат заметен, во-первых, по одежде стал, потому что гораздо все, ну, размеры уже меньше. Значит, жена дома помогает мне в плане того, что, допустим, вот собрать, приготовить по диете, расписание, да, скажем так, это, ну, большую часть она делает. Это, конечно, очень важно в большой семье – помогать худеющему родственнику, мотивировать, продолжать начатое. Ведь помимо соблазнов в общем холодильнике существует и психологический барьер. Человек должен научиться отличать голод и ложный аппетит. Потому что, когда человек кушает в состоянии голода, у него в организме есть необходимые пищеварительные ферменты для переваривания этой пищи. И при условии, конечно же, что пища поступает в организм правильная, пища вкусная, пища сытная, пища выгодная. Когда у меня состоялась первая встреча с психологом, ну, как обычно, идешь на встречу с человеком, ну, и думаешь, ой, сейчас там какую-то нить голубую будет голодворить, как обычно. Но она так интересно разговаривает, вот просто свой материал, она знает, и она красиво его нам преподносит. А она так просто сказала, кушать нужно вкусно, кушать нужно сытно и выгодно. Главная ошибка худеющих – это то, что они вообще перестают есть и потом очень быстро срываются. Главная рекомендация – это не слушать всех подряд. Потому что начинают скитаться от одного к другому, к тренеру, там еще кому-то, и у всех разные мнения. На самом деле, если человек действительно устремлен, да, хочет сбросить лишний вес, то ему лучше читать научную литературу. Важно понять то, что не какие-то продукты делают нас толстыми или худыми. Нет, можно и на гречке растолстеть, и на тортиках похудеть, скажем так. Дело в общей калорийности продуктов. Если количество энергии, которую человек потребляет в течение дня с едой, будет меньше, чем он тратит энергии в течение дня, он будет худеть в любом случае. Очень легко все выполнять. За меня продумал все диетолог. Легко нашим участникам, потому что все специалисты медицинского центра Health Life работают в комплексе. Основная задача – дать человеку знания, которые он сможет применить в жизни. Процедуры чудесные, просто летаешь после них, все замечательно. Уже очень скоро участники будут вновь голосовать друг против друга, а у наших наставников появится возможность согласиться с их мнением или нет. Ну, а прямо сейчас я предлагаю заглянуть на тренировку команды «Синий». Здравствуйте, девочки. Очень рада вас видеть именно на тренировке по йоге. Поэтому забываем все, что у нас произошло за день. И радуемся жизни, целый час посвящаем своему телу. Занятие традиционно начинается с приветствия солнцу. Глубокий вдох, руки, как и все тело, устремлены вверх. Йога помогает услышать самого себя. Только надо прислушаться. Успокаиваем дыхание, улыбаемся внутри. Классический комплекс упражнений, которые придумали задолго до нас. И как ни странно, с помощью, а иногда и благодаря йоге, можно похудеть. У меня есть девочка в другой группе, которая не участвует в проекте. Она за два месяца похудела на 10 килограмм. Такие прогнозы наставника вдохновили участниц. Ведь, как говорится, йоги все возрасты покорны. Я никогда не думала, что это настолько привлекательно. То есть затягивает мышцы, уже требует постоянно. Когда мы говорим о хатха-йоге, это все-таки йога для физического тела. Девочки уже ходили на занятия, поэтому я могла дать этот комплекс. Как правило, для новичков этот комплекс не дают. Его просто сначала разбирают, где какие прогибы, где надо как повернуть пальчики, где вытянуть шею, как растянуть правильно позвоночник, как правильно поставить плечи. Потому что, как правило, люди, которые не занимаются йогой, относятся к йоге достаточно поверхностно. Поверхностно относятся и к джампингу, на который участницы ходят с удовольствием. Здравствуйте, участницы проекта. Мы решили похудеть. Сегодня у нас очередная тренировка по фитнес-джампингу. Давайте начнем. Худеть прыгая – это весело, а когда такое веселье еще и приносит пользу организму, вдвойне приятно. Джампинг – это революционная программа по фитнесу в виде таких вот батутов. Во время занятий сжигаются калории, снижается вес, а настроение взлетает гораздо выше, чем вы можете подпрыгнуть. На джампах это еще тяжелее, чем у Алены. Мой муж доволен, его радуют результаты. Он видит, что я стала более как-то дома ходить в таких вещах, более коротких, что ли, более открытых. Здесь йога, восточные танцы – это просто сказка какая-то. Я соблюдаю все рекомендации наставника, диетолога, тренера. Стараюсь не пропускать тренировок. В студии танца и фитнеса «Инфинити» из наших участниц делают настоящих звезд. Ведь в анкетах на кастинге каждая изъявила желание быть похожей на знаменитость. Людмила Осипова мечтает о формах Дженнифер Энистон. Ноги потянулись хорошо, попа, живот, бока ушли. Другая Людмила завидует фигуре красотки Джулия Робертс. Никогда бы сама, конечно, не собралась похудеть, сколько бы ты мечтала. Светлана хочет походить на политика Ирину Хакамаду. Вообще я очень стала в себе более уверенной. Ну а Наталье по душе формы хуторянки Ротару. Все очень классно. Сегодня мы вновь собрались в ресторане «Счастье и вы» для того, чтобы определить, кому из 12 участников не место в нашем проекте. На прошлом голосовании ваши наставники дали иммунитет всем участникам проекта. На этой неделе – никому. Вы жаловались нам, что подружились, а голосовать против своего неэтично. И поэтому сегодня мы решили дать вам возможность проголосовать против любого участника нашего проекта. И поэтому впервые сегодня голосование будет закрытым. Конечно, голосовать против других участников команды намного проще, чем против своих. В любом случае это соревнование. Вариант на самом деле для всех был неожиданный, что голосование такое тайное, и каждый говорит то, что хотел сказать. Вполне может быть голоса против меня, потому что как бы достаточно много сбросил относительно остальных. И возможно, что кто-то будет убирать сильнейших. Я своего решения не меняю и остаюсь при своем мнении. Сергей, я голосую против Сергея. Я голосую против Сергея. Вы сделали свой выбор. Из 12 участников 9 из вас проголосовали за одного и того же человека. Вы приняли решение, и сегодня нас покинет один человек. Иммунитета для этого человека нет. И наш проект покидает... Сергей. 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 Можно я поднялся Евгения? Я хочу покинуть этот проект сама. Не потому что мы меня с вами выбрали, а потому что у меня очень серьезные семейные обстоятельства. Ну что ж, Светлана, это ваш выбор. Сегодня вы тем самым спасли одного из участников. Нам очень жаль, что вы покидаете наш проект. Вы очень яркая участница. Сейчас можете попрощаться со всеми остальными. Свет, я полюбила и хочу дружить дальше. Пожалуйста, лежите ко мне, будете ползать. Это здорово, и вообще, что попала я на этот проект. Это вот так классно для меня. Ну, так обстоятельства сложились, мне очень грустно уходить. Светлана, мы дарим вам подарок от нашего проекта. Сертификат на полторы тысячи рублей от компании CallWay. Ознакомиться с продукцией компании можно на сайте. Адрес вы сейчас видите на экране. Светлана, сегодня, к сожалению, вы покидаете наш проект. Очень жаль, яркая женщина, красивая женщина. Пусть бы еще она с нами побыла. Ну, такая жизнь, что не знаешь, что через 10 минут с тобой будет. Очень жаль, достаточно яркая участница. Чего не ожидал, вот это большая неожиданность была, чем голосование для меня. На самом деле, это была огромная неожиданность. И, как я сказала, что это было до слез. Луч света нашего проекта Светлана Алексеева, 54 года. Предприниматель из Балтийска пришла в наш проект в надежде найти мужа и похудеть. На кастинге ее вес составлял 92 килограмма 900 граммов. Сегодня 86. Благодаря своему упорству и труду наставников за месяц скинула 6 килограммов 900 граммов. Поздравляем! На глазах всего города пока еще полные люди пытаются побороть одну из самых важных проблем 21 века – избыточный вес. В следующей серии их ждут новые испытания. И самая главная победа – это победа над собой. Смотрите реалити-шоу «Мы решили похудеть» на первом городском канале каждую среду в 20.00. И следите за нашими участниками в нашей группе ВКонтакте. Меня зовут Алексей Дембицкий. Прекращайте есть на ночь и возьмитесь за себя. Мы решили похудеть на первом городском! Заряд энергии и позитива на всю осень от фитнес-клуба «Виво». Условия акции уточняй по телефону 602-170. Медицинский центр «Хеллс Лайф» предлагает полный спектр услуг по снижению веса и коррекции фигуры. Стань стройной, доверься профессионалам. Медицинский центр «Хеллс Лайф» Уральская, 18. Студия йоги, фитнеса и танца «Инфинити» приглашает взрослых и детей на занятия йогой, восточными танцами, фитнесом, джампингом, зумбой, современными танцами, классическим балетом и даже каратэ. Вечерние и утренние группы. Записывайтесь по телефону 50 87 18. Продолжение следует...